Нужно выполнить три задания. Первое – это прыжок в длину, второе – это челночный бег и третье – это попрыгать на скакалке. Всё это умеешь делать? Да, умею. Готов? Игорю Ровникову всего 8 лет, но он смело приступает к физическим упражнениям. С азартом принимает участие во всех активностях, которые устроили на площади революции вожатые проекта «Город детства». Так и с нормами ГТО. Их мальчик сдал с лёгкостью. Я прыгал на скакалке, делал челночный бег и прыгал в длину. 70 прыжков на скакалке, 3 пробежки по челночному бегу и 3 раза 160. Я очень рада, что тут такой праздник. Рядом бросают необычный мяч овальной формы. Это американский футбол, необычные правила и экипировка. Вячеславу Лепихину 16 лет, а он уже в совершенстве владеет техникой броска. Секрет в регулярных тренировках. И перекидываемся туда и сюда обратно, при этом учащаясь ловить и кидать. Таким образом мы учимся одновременно принимать пас, чтобы руки не выбивало, потому что редко, когда первый раз пришёл на тренировку, не выбило палец. Мяч лёгкий, но когда ты его кидаешь, он закручивается и при этом получается двойная сила инерции. Не только в американский футбол можно поиграть на улице. Здесь и баскетбол, и панофутбол, и уличные танцы, и даже городки. Большой спортивный праздник на площади революции состоялся под эгидой проекта «Дыхание улиц». Фестиваль уличных видов спорта уже зарекомендовал себя в Вологде как одно из уникальных событий, объединяющих большое количество людей, увлечённых любимым делом – спортом. Есть большой интерес как раз к уличным видам спорта, и этот проект как раз позволяет их популяризировать и делать наиболее популярными, масштабными. И поэтому, конечно же, без сомнения, мы эти праздники будем проводить. И сегодняшний праздник показывает то, что площадок много, общественных движений много, и спортивных направлений много, которые хотели бы себя показать. Одной из зрелищных стала площадка городошного спорта – необычной игры, которая была популярна в XVIII-XIX веках. Смысл игры в том, чтобы выбить наибольшее количество фигур из деревянных брусков. Попробовал себя в игре и мэр Вологды Сергей Варапанов. Он с первого раза сбил сложную фигуру тир. Именно по инициативе Сергея Варапанова проект «Дыхание улиц» отныне станет круглогодичным. Мы проводим проект «Дыхание улиц» теперь круглый год, и в этом году зимой будем проводить. Мы уже, наверное, четвёртый раз только за лето собираемся на площади революции. Мы постоянно находимся в поиске, постоянно ищем новые виды спорта, которые можно проводить здесь на улице, привлекаем для занятия спортом ребят. В этом году в Волокжане соревновались по десяти уличным направлениям. Традиционно перед отборочными соревнованиями прошёл ряд промо-акций. Завершил проект «Грандиозный финал «Энергия улиц», который состоялся 30 июня возле Драматического театра». Стоит отметить, в 2018 году проект «Дыхание улиц» прошёл при поддержке Фонда президентских грантов. Айнур Жабагина Михаил Прищёв, Волокдайров.